Привет, я Александра, студентка Института международных экономических связей. Колледж при МС, колледж мировой экономики и передовых технологий уже ждет своих студентов 1 сентября. А пока мы решили рассказать вам о всех специализациях внутри каждой специальности. И начнем мы с информационных систем и программирования. Сегодня речь пойдет о специализации администратор баз данных. Давайте пойдем по порядку. Что такое база данных? База данных – это набор структурированных данных, которые хранятся в электронном виде. База данных обычно управляется СУПТ – система управления базами данных. Данные вместе с СУПТ, а также приложения, которые с ними связаны, называются системой баз данных или простой базой данных. Современные базы данных обычно состоят из трех столбцов, формирующих таблицы. В большинстве баз данных для записи и запросов данных используется язык структурированных запросов – SQL. С этим разобрались, поехали дальше. Самое важное в сегодняшнем мире – это информация. С информацией нужно уметь работать, структурировать, обновлять и защищать. Кто же этот человек, у которого ключики от такой важной вещи? Это администратор баз данных. Администратор баз данных создает эти самые базы данных с помощью СУПТ. В его обязанности входит следующий спектр задач. Первое, с чего начинается работа с любой информацией – проектирование самой базы данных. Администратор баз данных должен четко понимать, какую информацию ему нужно хранить, постоянно обновлять и обрабатывать. Дальше идет отладка работы базы данных. Второе, казалось бы, аспект, но он не уступает фирму уж точно, ведь стабильная работа базы данных очень важна для любого бизнеса или госструктуры. Просто представьте, вы оформляете заказ в интернет-магазине и не можете войти под своим логином и паролем. Оформить заказ всегда можно без регистрации и входа на сайт, но ваши скидки и виш-листы просто исчезли. Пример второй. Уже более серьезный. Вы собираетесь пройти к своему врачу. Ваши данные о предыдущих походах хранятся в базе данных самой больницы, и вдруг они исчезают. Врач не знает, что было в предыдущих походах, следовательно, не может дать точный диагноз и прописать вам лечение. Но не будем о грустном. После обучения в КМЭПТ можете быть уверены, что вы станете профессионалом своего дела. Дальше в работу администратора баз данных входит распределение доступа к самим пользователям. Он дает видеть только то, что вам нужно. А если на сайте идет тестирование нового оформления, добавление страницы под какую-либо акцию, он вам это не покажет. И последнее, наверное, самое важное, это безопасность. Безопасность базы данных зависит только от специалиста. Ему нужно найти баланс между быстродействием и безопасностью. Хранение данных – это всегда большая ответственность, и нельзя, чтобы она попала злоумышленникам. Информация может нести добро. К примеру, это знание, которое вы получите в колледже КМЭПТ, либо зло, которое может навредить людям, бизнесу или целому государству. Резюмирую. Администратор баз данных – крутая профессия. Его задачи – проектирование, настройка, администрирование и оптимализация баз данных. Знание специфики архитектуры и функционирования. Знание вопросов безопасности. Знание языков, программирования и языков запросов. Хочешь управлять информацией? Поступай в КМЭПТ. Оставляй заявку по ссылке в описании.